Вот так вот выглядит сам по себе адвент календарь. Опа, еще одна кейс. Ну, обалденно. Это... Как раз у меня глаз зачесался, сейчас почешу, хочешь? Это, я думаю, бронзер. Это праймер для лица, потому что он супер-супер-супер-супер-супер-супер-стоой. Настолько достойно, что это сломало абсолютно нафиг весь мой мозг, и бы я не ожидала, что может быть такой адвент календарь. Всем приветики. Сегодня у нас с вами еще один косметический адвент календарь. Я случайно нашла его на зоне, он стоил там 5000. Потом также случайно, как я нашла его на зоне, я нашла информацию, что за границей он стоит на 2000 дешевле. И с того момента я стала недовольна. Но все считают, что такой большой адвент календарь, который стоит 5000, и то, что здесь целых 25 штук, это, в принципе, хорошее предложение. Бренд называется Makeup Obsession. Лондон. Из капитала в Грэйт Брэйт Брэйт Брэйт, но... Ладно, мы сегодня не на курсах с вами английского языка, да и я вас не уверена, что мы очень хорошим разговором на английском. У меня как-то странная энергия, из-за этого у меня все время чешется нос. Так что я тебе буду ковыряться в носу во время видео. Пожалуйста, сделайте вид, что вы тоже ковыряетесь носу, когда смотрите видео. Makeup Obsession, Лондон. Если кому-то кажется мой макияж странным, вам не кажется. Это я косметику Милли Бомбраун проверяла. Ту, которая Флоренс. Вот так вот выглядит сам по себе адвент календарь. Он действительно очень большой. Здесь есть спойлер, как у Революшн, но мы не будем этим спойлером пользоваться. Давайте лучше посмотрим, что же там внутри. Ага, внутри здесь действительно 25 очень больших коробочек. Я честно скажу, мне очень интересно узнать, что здесь будет внутри. Только прежде чем давайте начнем их разбирать. Ну раз адвент календарь у нас розовый, то и лампа должна быть розовая. Розовый? А ты вообще существуешь? Люди, да, изобретение розового цвета. Красный есть. Будет ли розовый? Ладно, давайте договоримся считать, что это розовый. Потому что единственный вот этот вот транс сиреневый, единственное, что смогла сделать. Я хотела сделать такой, но он почему не делает с сиреневым или красным? Я не понимаю, как с этим можно справиться. А вот там розовый. Почему? Подождите, почему лубакуга розовый? Какого хрена там прям розовый-розовый? А здесь сиреневый. Почему он забрал всю розовость на себя? Эй, пацаны, отдайте розовый. Ну вы чего? Я абсолютно не понимаю, как это произошло. Давайте сделаем став. Как вы думаете? Какое число из этого адвент календаря будет самым крутым? А потом посмотрим. Получилось, наша ставка нет. Цифру 25 забивать нельзя, потому что, скорее всего, там самое что-то большое, самое хорошее. Поэтому ставьте на любое число. Я поставлю, что сегодня самый крутой предмет будет на цифре 11. Я не знаю почему, но мне кажется, вот в 11 будет самое классное средство сегодня. Что? Давайте начнем распаковочку. Вот мы на адвент календарь. И начинаем с первой цифры. Здесь у нас коробочка вот такая вот маленькая. И внутри это маленькие розовые коробочки. Ух ты. Это, я так понимаю, бронзер. Слушайте, ну, цвет, на самом деле, у него даже, я бы сказала, не как бронзер, а скорее как румяна. Потому что, ну, для бронзера это слишком кирпичный оттенок. Румяна может быть самое то. Кстати, если что, я в тональном креме испачкалась с моим маникюром сёк. Так, давайте попробуем. Сюда, например, нанесем. Да, это определенно для бронзера я бы не стала использовать, потому что иначе у вас будет тупо красное лицо. А вот в качестве каких-нибудь румяна это прям самая та штука будет. Прикольно. Достаточно неплохо. Пока что оставим в сторону. Буду складывать и ссыпать платок. Не падай. Цифра 2. Так, мне кажется, что здесь будет какая-то кисть. И нет. О, нет! Ребят, нас всех сделали обман. Короче, если палка длинная, это не значит, что там предмет будет такой же длинный. Это праймер для лица. Да, я святая простота или про... Простота, правильно. Я думала, что если упаковка большая и длинная, то и предмет находится там большой и длинный. Ну, а это было ошибочное суждение. Не стоило в это верить. А так, по-хорошему, у нас здесь с вами праймер для лица. Галянем его. Ну, это, конечно, нам вообще ничего не даст. Посмотреть свой оч праймер, это, конечно, супергений, секси-мозг. Праймер... Кстати, он очень густой. Чем-то пахнет, но непонятно. Неопознанный, пахучий объект. Короче, праймер, вот, если вдруг будете покупать один календарь, имейте в виду, вот этого количества, которое я нанесла, его очень много. Его архи сверхмного, потому что он супер-супер-супер-супер-супер-быстой. Что-что такое? Камера. Короче, цифра 3. Смотрим третий номер. Здесь у нас, ну, смотрите-ка, карандашик для губ. На самом деле, очень прикольный цвет. Посмотрите, он прям кайфовый. Знаю, что не всем людям нравится такой цвет, но по мне он здоровский. И вот если его нанести, достаточно приколдесно получается. Слушайте, он такой красивый. Я бы, наверное, даже его использовала в качестве своего повседневного макияжа, когда мне хочется сделать, чтобы мои губы имели более плотный цвет. Безумно красиво. Хрен знает, как цвет-то и называется. Какой-то кирпичный цемент, лол. Не лол. Говорят вообще еще лол. Я не знаю. Синий кетка. Наверное, захотелось даже на губах протестировать. Сейчас я накрашусь, красится. Камеру не очень удобно. Слушайте, если честно, с этим брендом вообще не знакомо, но я хочу сказать, что пока что мне все нравится. Упаковка достаточно, ну, норм стоит по меркам России. И понятное дело, что за границей в Англии она будет стать дешевле. Потому что это буквально английская косметика. И нужно считать тот факт, что перевозят и все такое. Но пока что все ок. Как вам цвет помады? Не, ну я понимаю, что, конечно, сейчас помада вообще не от этого макияжа, не от этого образа. Здесь вообще слишком много хаотичной энергии, но ставлю цвету и карандашу в целом предварительно лайк. Цифра 4. Где же ты цифра 4? Ах, да, вот ты. Честно говоря, я не могу сказать, что вот этот адвент календарь, он прям уж очень похож на адвент календарь. Но мне определенно удобно доставать номерки. Помада полноразмерная. Бинго! Полноразмерная помада. Смотрите. И цвет, кстати говоря, по-моему, они подобрали под цвет карандаша, который мы только что пользовались. Сейчас сравним. А здесь у нас получается сводч карандаша, а это помада. Ну, они чуть-чуть отличаются, но в целом это можно использовать как пару абсолютно норм. Особенно, если мы хотим с вами какого-то такого эффекта получить, что немножечко потемнее контур губ. Смотрите, как они идеально друг на друга зашли. Кайфово. Ну и полноразмерный продукт, это очень приятно, честно. Тут даже еще вот это вот двойное дно крышкой есть, так что если вдруг вам так сильно понравится, можете всегда еще вот эту штучку раскрыть. Видите, здесь помадка. Все же про это знали. Выбираем следующую цифру, и следующая цифра у нас номер 5. Мне кажется, там что-то для бровей. Вольно похожей форме на какую-то штуку для бровей. Да ладно, я опять угадала. Нет, ладно, меня забайсили. Это блеск для губ. Выглядит вот так. Ну, вы знаете, что я не супер фанат блесков для губ, но вот этот как будто выглядит даже приятно. По цвету он. Ну да, он прозрачный, но дает небольшой оттенок. Я все еще не фанат блеска для губ, у меня их уже достаточно после открытия адвент календарей. Но в целом, я думаю, что если это, например, ваш первый адвент календарь, или вы получили его в подарок, то это просто охренительная идея. То еще сказать... Ай, ты хватит пальчикамера! Как говорится, никто не поверит, но мне все еще не платили за этот обзор. Я даже этот бренд, не знаю, впервые с ним сталкиваюсь, и я не знаю, где вам его купить, если только не на Азоне. За это мне тоже не платили. Блин, в какой момент вообще жизнь дошла до того, что если тебе что-то нравится, тебе обязательно заплатили? Или в какой момент жизнь дошла до того, что если тебе что-то не нравится, ты просто плохая, и ты не имеешь прав так говорить, ты просто не умеешь пользоваться. Но если тебе что-то нравится, тебе 100% заплатили. Следующий день адвент календаря Под номером 6 Скорее всего здесь будет хайлайтер Моя остатка Нет, подождите, мы поступим с вами по-другому Так как я не знаю, что это шестерка Ибо они лежали на обум Мы возьмем с вами сразу две шестерки И откроем Итак, в шестерке, которая типа девятка Ниферна Был хайлайтер для подбровья Это просто огнище Это, по-моему, впервые вижу, чтобы такую вещь клали В адвент календарях И сейчас, возможно, скажу вещь, о которой не должна была говорить Но я вот эти вот именно штуки, которые приспособлены для того, чтобы осветлять бровь Всегда использую для того, чтобы наносить их на нижнее веко И мой макияж сейчас это позволяет сделать Поэтому я этим и займусь Кстати, это такой вам небольшой лайфхак Пойнт в том, что когда делают средства непосредственно для того, чтобы высветлять зону под бровью Для того, чтобы скрашивать эти вот уголки Вот это вот все, понимаете, да, о чем я говорю Они делают их настолько правильных цветов, что получается супер естественный слизист Поэтому, в принципе, если посмотрите у любого бренда Я точно пользуюсь самой лично Шуи и Мурой И пользуюсь Бенефит Вот у них прямо и у одного, и у второго это супер класс Поэтому рекомендую Ну, а во второй шестерке были румяшечки И цвет у них тоже, как видите, потрясающий Давайте протестируем Да, все отлично, здесь и сказать нечего Ребят, помогите Я есть вероятность, что просто не шарю Пока я возьму цифру номером 7 Мабе этот бренд просто новый И поэтому они сделали адвент календарь Ну, типа, достаточно таким прикольным Чтобы люди покупали, узнавали про бренд и начинали им пользоваться Потому что, ну, то, что я вижу сейчас Это даже первый календарь адвент Революшн Я не могу даже сравнить Это не соизмеримо лучше Я уж молчу про адвент календарь от Мака А тем временем под номером 7 у нас было, как что вы думаете? Средство для бровей Ну, казалось бы Средство для бровей, что еще нужно? Ну, средство для бровей Цвет, конечно, совсем не мой Он более теплый Я думаю, что здесь они, конечно, немножечко ошиблись И нужно было класть какой-нибудь оттенок, типа, холодный серый Потому что холодный серый в целом подходит достаточно большому количеству людей И блондинкам, и брюнеткам И тех, у кого яркое окрашивание цветное Там хоть красное, хоть зеленое В целом, Тауп, он прям вот супер Вот этот вот сероватый Это же чисто коричневый цвет Который подойдет разве что брюнеткам Которых цвет волос более в такую теплую идет Но это единственное, за чего я могу докопаться Вы же любите, когда я докапываюсь? Я знаю Если вам нравится смотреть, когда я докапываюсь Пожалуйста, подпишитесь на мой канал Вам же нравится А я буду докапывать для вас еще сильнее Да подпишитесь уже, блин Три миллиона Три миллиона нужно Три миллиона И восьмая циферка Тан-тан-тан-тан-тан Это шо, туш? А, это еще один лип-глосс Ну, его тестировать не буду Но, честно, выглядит очень прикольно Не, ребята, он не пахнет Он пахнет какой-то фигней, типа, клея Ничего интересного Сразу не отрывается отсюда Давайте глянем цифру 9 А, у нас точно цифра 10 И цифра 10 Еще один лип-глосс Ну, вот это, конечно, они уже борщинули Потому что, Алёна, они одинаковые Буквально одно и то же Даже не хочется делать больше Очевидно, что Что это, что это Будут давать абсолютно одинаковый эффект Но ладно, я сделала Это слишком байтит меня цвет Надеюсь, он сильно будет хроматичный И с большими блестяхами Ну, нет, это обычный Лип-глосс, да, там есть блестяшки Но они никак не отливают И хроматического здесь ничего нету А жаль Цифра под номером 11 Мне кажется, должна быть туш Вот здесь вот прям вот не хватает туши Мол, бы это туш А, нет, это не туш Это еще одна лип-помада Давайте ее глянем Если до этого у нас была больше коралловая Такая немножечко теплая гамма То теперь у нас классический Вот такой вот холодный розоватый цвет Он, кстати, не настолько светлый, как вам кажется на камере То есть в жизни у него вполне носибельный оттенок Еще давайте его попробуем Надеюсь, он будет еще не бесячо-липким Потому что если бесячо-липкий, то это плохо Ну, он липкий, но он менее липкий, чем, например, помада от MAC В целом пойдет Но все еще корейские тинты гораздо лучше, как и корейские блески Которые вообще не липнут Ноль липа не оставляют Ой, какие 12 жирненькие Что это там? Оно прям... Ого! Так, ребят Тут есть кто-нибудь, кто ставил на 12? Потому что, кажется, 12 будет самым чем-то крутым Потому что это была коробка буквально с двойным тном Ну, это фиксатор Фиксатор со вкусом туалетного освежителя В целом неплохо Большой, неполноразмерка Но и не фиксатор от MAC Кто помнит, вот так вот выглядел Потому что вот там вот прям издевательство было А здесь кайф Хороший travel size О, здесь написано на сербском Я думала, что это русский Ну ладно Следующая цифра 13 По традиции вы все ее очень сильно любите Я ее тоже люблю, потому что 13 секси И в цифре 13 гель для бровей Миниатюрка, но в целом миниатюрка это тоже неплохо Прозрачный фиксирующий гель для бровей Сейчас мы сразу его затестируем Я, кстати, не знаю, вышло уже видео или нет С косметикой от Милли Бобби Браун Где я делала распаковку ее адвент календаря Там тоже был гель для бровей, но он был супер бесполезный Он вообще мою бровью никак не зафиксировал Это даже вроде кажется лучше Потому что вот в ее адвент календаре для меня это было разочарование Здесь не могу сказать, что это супер Но это хотя бы неплохо Четырнадцать И где четырнадцать? Ой, здесь прям кажется что-то очень длинное Кстати, интересно, тут лут кисти или нет И здесь праймер для глаз Кстати, хорошая тема Не буду вам его как-то особо расхваливать, нахваливать Потому что просто праймер, праймер Это очень здорово Ё-моё, этот адвент календарь мне правда сейчас нравится Больше, чем все остальное, что я делала, что я видела А дальше 15 Так, стоило бы хвалить, как нам снова посунули глаз Неинтересно 16 Так, 17 следующее, не подведи меня давай О, кажись кисть И это кисть Ребят, ну все, ну у меня абсолютный восторг Все, я ставлю 10 лайков из 10 Помните, я когда распаковывала адвент календарь от Революшн Там тоже были кисти Но они были малюсенькие Они вот прям маленько такие были Здесь же положили реально нормальную, офигенную кисть Еще и вот этой вот формы Я такую кистью, кстати, лично сама делаю Всегда контуринг Мне больше всего ей удобно делать Не такой вот скошной кисточкой Не мягкой, а именно вот такой Потому что я как-то ее кладу, ну знаете, на выбирающие, например, зоны И все это добро подрастышевало Поэтому я ставлю этой кисти миллион лайков из 10 Конечно же, она синтетика Но, блин, это очевидно, что синтетика, конечно же Поэтому охренеть Даже, знаете, вот я сейчас думаю Одни из моих самых любимых бюджетных кистей Это Essence Особенно, когда ты в Европе за 70 рублей покупаешь себе кисть Там буквально можно за евро купить кисть Imagine И вот это очень похоже на Essence Реально А я Essence знаю, потому что это моя любимая кисть Несмотря на то, что она стоила 3 копейки Интересно Не 3 копейки, а 1 евро попрошу Опа А кажется, тут будет что-то приятное Ой, я снимала, кажется Спонжик Пинг, пинг, пинг Но, как вы все знаете, спонж нельзя тестировать Пока ты не намочил и не попробуешь тон Поэтому просто оставляем спонж И давайте думать, что он будет неплохой А коробочка-то уменьшается Ай, 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 ай Цифра, ай 18 Опа, еще одна кисть Ну, обалденно Это... Как раз у меня глаз зачесался Сейчас почешу, почешу Смотрите, какая кисть Это абсолютно адекватная растушевочная кисть У нее идеальный размер То есть это как раз таки подойдет Как очень большому веку туфи Которая вот эта вот распахнута, красивая Так и подновидшим у нас маленьким подбровным пространством Короче, я не знаю Надо написать этому бренду Я бы хотела с ним работать Кто-нибудь им пользовался вообще? У меня все еще нет слов Потому что, ну реально, этот адвент календарь Заставляет меня задуматься Я все еще помню, как я в том году адвент календарь раскрывала И я испытывала единственное, что испытывала, это кринж В этом году у нас пока кринжа вообще нету Даже в слабых календарях Неужели они блогеров смотрят? Как вы думаете? Вот здесь тоже будет кисть И да, и здесь снова кисть И снова не бесполезная Это как раз таки очень хорошая идеальная кисть Для того, чтобы когда вы наносите вот этот вот карандаш, который я показывала ранее Его вот здесь вот так вот подрастушевывать Я пользуюсь буквально такой же кисть Только от Essence Этим все сказано Сейчас я вам ее покажу, подойдите Так, кисть Маленький стратыш Где? Вот Я уже думала, что не найду Буквально вот Я пользуюсь этой И это та же самая классная кисть Видите, Essence Один евро Не знаю, сколько стоит это И дальше Обычай, у меня какой-то цифр уронилась Девятнадцать И Да, с хайлайтер Касьяшечка Кстати, первый продукт, который я не буду хвалить Потому что он слишком темный И большинству людей он не подойдет Ввиду того, что он уж рассчитан на достаточно смуглую кожу Потому что даже если вы нанесете этот хайлайтер будучи белоснежкой То у вас это будет оранжево-коричневым пятном Это мне не нравится Ладно, я издеваюсь Я просто, ну Должна что-то играть, что такая сучка 21 Блин, походу там зеркало Это что, второй бренд Революшена, да? Makeup obsession Да, это второй бренд Революшена Ладно Зеркаль Зачем? Лучше бы косметичка 22 И да Еще одна помада Подождите Они одинаковые Они буквально одинаковые Надеюсь, это ошибка такая? Нет, но они как бы разные Но они настолько разные, насколько и одинаковые Какая-то сводч я делала Ну, ладно Этот чуть-чуть более темнее Но в упаковке, конечно, они казались совершенно одинаковыми Но в целом, ладно Осталось совсем немножко Я забыла, что у меня лампа Лампа, извини Вот еще один маленький хайлайтер Шиммерный румяна Так написано, шиммер блоссом Облашер просить Так, АОА А вот это вот уже гораздо интереснее для использования в качестве хайлайтера Ниграя на стенку Ни хрена не понятно, конечно По-моему, продукт очень валидный и прикольно было бы использовать Ой, ни хрена Не ожидала Секси Мне не очень нравится, когда мне все нравится Потому что я чувствую себя странно Я привыкла, что я такая А, О, А Все равно не шутили А как они, видимо, пойдем со мной решили в этом году шутить Потому что не знаю Хотела сказать, что это прикольное, но я не смогла О, нет Кажется, у нас тут поломка Поломка А, нет, не поломка Она просто загнулась Что ж, я уже думала, что у меня раздолбанная кисть для бровей пришла Но у меня пришла полноценная кисть для бровей Нет Скажите, пожалуйста, как я должна на это реагировать И как я должна себя вести, когда мне 4 полноразмерных, правильных, нормальных кистей кладут в один календарь Когда обычно мне кладут вот такую вот маленькую хрень Которую уже давным-давно даже в тени не кладут Но, возможно, если, не знаю, ваши родители или вы сами покупаете кинтели а-ля Шанел Вот там вот кладут вот такую вот маленькую дурацкую кисть Которую все выбрасывают, она бесполезна Обычно кладут такое же Здесь же кладут класс Ладно, я заболталась Номер 25 Палетка теней Цвета выглядят так Выдержаны, ну, очень прям здорово Здесь у нас получаются и цветные оттенки есть в некотором количестве И прям глиттеры-глиттеры Ух ты, прикольно Покажу вам поближе свой очки Прям глиттеры-глиттеры, которые идеальны, мне кажется, вообще могут смотреться на глазах Потому что они какие-то... Знаете, такие, а-ля немножечко маслянистые И за счет этого выглядят прям приятно Ну да, я как обычно мастер-свочи, блин Смотри, где она там? Ну вот она, ну посмотрите, хорошо же Давайте проверим еще розовенький, например Да, тоже отлично И мне еще интересен этот белый Но белый послабее, конечно Но вот эти вот два прям вообще отличные в жизни Они выглядят супер Смотри, здесь еще есть какой-то очень интересный черный цвет Вау Ну ладно, здесь он не такой шикарный, как на пальчике Но, возможно, если как-то приналовчиться И прикольно его вот так вот набирать Возможно, он будет клевым Слушай, очень достойно Настолько достойно, что это сломало абсолютно нафиг весь мой мозг И я не ожидала, что может быть такой адвент календарь Ребят, ну смотрите другие выпуски адвент календарей Там хорошо, конечно, пока еще не было Но, возможно, будет Видео еще продолжают сниматься Если вам понравилось это видос, это обзор Ставьте лайки Подписывайтесь Люблю вас, целую И не прощаюсь, потому что у меня еще много видосиков